wuomagianoutimi ramad finalement سلامة يه والتهمية ياوادي نمري sandwiches يمينجوا واحدة مأراكز واحدة الفضل معز وخراس واحدة Dev Beach واحدة فضل معز واحدة فيك واحدة آسفاط Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Доброе утро! Рады всех видеть на нашей утренней программе. Всем дандаваты! Харе Кришна! Мы начали сегодня петь синамаш, таковосим молитв во славу святого имени из Гитавали. Мы пропели сегодня первые два баджина. Сейчас прочитаем перевод. Устами Шива Рупа Гослами Кришны в форме Госпочитания сына Матери Шачи проповедовал славу своего собственного имени. Святое имя Господа Харии и Сам Господь суть одно. Истинное величие и слава святого имени воспетое в ведах. Все Упанишады подобны ожерелью из сверкающих драгоценных камней, лежащему у стоп святого имени. Олицетворенные Упанишады проводят в Мангеларате, предлагая святому имени светильник с десятком фитилей. В пределах 14 миров, те полубоги, люди и демоны, от чью долю выпало небывало удача, постоянно вкушают славкий нектар святого имени, отвергая любые виды кармической деятельности и философских измышлений. Что же до вечно свободных душ, то они всегда поклоняются святого имени, в изысканно сложенных молитвах и песнях непрестанно воспевают его, обитая на Галоке в Риндауне. Они поистине неразлучны со святым именем. Эти два слога Ха и Ри – источник всех вкусов преданного служения. Все возвышенные чувства преданности нашли в них свое прибежище. Припав к лотосам стопам святого имени, Хакур Бахтинода говорит, Ох, Аринама, прошу тебя, позволь мне вечно находиться у твоих лотосных стоп. Припав к лотосам стопам святого имени, Хакур Бахтинода говорит, Ох, Аринама, прошу тебя, позволь мне вечно находиться у твоих лотосных стоп. Слава, слава, святому имени Господу вместилище вечно трансцендентного блаженства. Верховный Абсолютный Господь, обладающий вечным духовным телом, пришел в этот мир в виде святого имени, чтобы одарить милостью своих преданных и явить безграничное сострадание ко всем падшим душам. Слава Верховному Господу, у которого множество имен, таких как Хари, Кришна и Рама. Он всеблагое пристанище всех живых существ этой вселенной. Он наполняет радостью умы всех душ. Великие мудрецы поклоняются Его святому имени, непрестанно успевая Его. О, вечное святое имя Кришны, Ты всемогущий, несешь благо всем живым существам. Кроме Тебя никто не спасет нас из океана материального существования. Кроме Тебя никто не спасет нас из океана материального существования. Ты пришла в этот мир для того, чтобы освободить падшие души. Все души, заточенные в этом мире, постоянно страдают от боли и тоски. О, Харинама, если кто-нибудь из них лишь однажды взывает к Тебе с чувством глубокого смирения и покорности, понимая, что ничем не обладает и не видя нового спасения, кроме Тебя, Ты сразу же прекращаешь мучение этой души. Тот, кто осознал хотя бы крупицу Твоей славы, освобождается от ужасных страданий. Тхакур Бахтинода поет. Тхакур Бахтинода поет. Слава, слава Святому имени Господа Хари. О, Харинама, я снова и снова кланю с Твоим лотосным стопом. Такие молитвы Шива Бахтинода Тхакура к Святому имени. Мы должны понять, что нет иного прибежища, как приходил Господь Читаний и проповедовал. Харинама, 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 Вакелалам, Каланастел, 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 Гатира, Нитха. Век Кали-Юги, век Раздор и Лицемерия нет другого пути, нет другого пути, нет другого пути, кроме как воспевание Святого имени, воспевание Святого имени, воспевание Святого имени. Мы можем много чего придумать в этом мире, как продвигаться по духовному пути. Очень много. Если зайти куда-то в эзотерическую сферу, мы увидим огромное количество личностей, предлагают различные самые-самые разнообразные духовные пути. Но мы должны понять, что не просто так повторяется, нет другого пути, нет другого пути, нет другого пути. Потому что в действительности все это ложные пути и приведут в никуда. Невозможно всем тем, чем описывают различные личности этого мира, как достичь духовного совершенства, прийти к духовному совершенству. Исключительно повторением, воспеванием Святого имени мы можем идти по этому пути, прогрессировать по этому духовному пути. Вот мы продолжим читать Шипропанадзиванамритон. Так, мы читаем сейчас раздел. Отвержение неблагоприятного. Мы закончили на стихе. Даже совершающий аскезу или исполняющий предписание вед, соблюдающий монашеский обед или ведущий жизнь благочестивого семьянина, изучающий и декламирующий веды или поклоняющийся воде, огню или солнцу, Даже он не обретет преданность Всевышнему до тех пор, пока не осыпет свою голову пылью с лотосных стоп чистого преданного. Шиджада Барата. По милости преданного мы можем получить посвящение в воспевании Святого имени. И по милости преданного мы можем идти по этому пути. Неблаготворность попыток самосовершенствования посредством знания гьяны или действия кармы, лишенных связи со Всевышним Господом Хари. Даже знание, не запятанное кармой, не может быть благотворным вне преданности непогрешимому Господу. Так может ли карма, оскверняющая по самой своей природе, возвысить человека, не посвящающего свои дела Всевышнему, даже если он действует совершенно бескорыстно? Даже знание, не запятанное кармой, не может быть благотворным вне преданности непогрешимому Господу. Так может ли карма, оскверняющая по самой своей природе, возвысить человека, не посвящающего свои дела Всевышнему, даже если он действует совершенно бескорыстно? Шинарада. Без преданности Господу все наши действия, все наше знание, оно ничего не стоит. Тщетность попыток обуздать свои чувства с помощью йоги. Беспокойный ум снова и снова становится жертвой своего врага, порока рожденного из вожделения и жадности. И усмирить ум можно ли служением Всевышнему Господу Мукунде? Совершенно невозможно покорить или умиротворить ум, практикуя восьместупенчатую йогу, основанную на сдерживании чувства и ума, ями, не ями и т.д. Беспокойный ум снова и снова становится жертвой своего врага, порока рожденного из вожделения и жадности. И усмирить ум можно ли служением Всевышнему Господу Мукунде? Совершенно невозможно покорить или умиротворить ум, практикуя восьместупенчатую йогу, основанную на сдерживании чувств и ума, ями, не ями и т.д. Можно, говорится, заниматься йогой тысячи-тысячи, миллионы рождений и, в конце концов, достичь освобождения. Но в освобождении как таковом нет смысла, потому что в освобождении нет служения, и рано или поздно беспокойный ум, он снова привлечется к какими-то материалами наслаждения, и душа, она будет вынуждена опять пасть даже с плана освобождения. Поэтому, если нет преданности Господу, все это бессмысленно. Брама суххагра протекула эва. Желание обрести божество Брама непагубно для преданности. О, Гуру Вселенной, созерцает твой божественный образ, я купаюсь в океане чистейшей радости, и все прочие наслаждения, даже блаженство, слияние с Браманом, для меня не глубже, чем лужица воды в ямке, оставленной копытцем теленка, и прохлада. О, Гуру Вселенной, созерцает твой божественный образ, я купаюсь в океане чистейшей радости, и все прочие наслаждения, даже блаженство, слияние с Браманом, для меня не глубже, чем лужица воды в ямке, оставленной копытцем теленка. Муктис прихая протекулия. Особо пагубно стремление к освобождению, растворению в безличном абсолюте. Бабабанха чхиде тасмаи, сприхаями намуктаи, баван прабхур ахамдаса, иттиятраве лук пиатеи. Я не стремлюсь к освобождению, что избавит меня от рабства в узах материи, но лишит тех отношений, в которых ты, господин, а я твой слуга. С преданным он, единственное, что желает, это отношения с господом. Если нет отношений, то какой смысл находиться где-то, непонятно где, может быть, даже ощущать себя господом вселенной, но все это будет, во-первых, иллюзией, а во-вторых, и принесет подлинное удовлетворение души. Желание слиться с абсолютом не что иное, как гордыня. В бахте есть служение Всевышнему, в мукте прекращение такого служения. Какой безумец откажется служить Господу, замену избрав престол освобождения? Поразительное отсутствие проницательности у стремящихся к растворению в Брамаджете. Друг мой, я прихожу в изумление при мысли о тех проницательных кавычках, кто стремится исчезнуть, растворившись в вечном безличном бытии, неизвестный святой. Как мы знаем, что в нашей линии особо, что Гуру Махараш, что Гуру Дев, были очень, что Бахтистан, Срасвадь, Такуру Пракхупады, были особо непримиримо относились к двум философиям, философии Майлады и философии Сахаджи. И поэтому, когда речь заходит об этих философиях, всегда эти философии очень яростно обрубались. То же самое делал Шива Бахтидан, Пасвадь Пракхупада. Все его внимание было направлено, как опровергнуть эти ужасные философии Майлады и Сахаджи. Так, на этом мы закончим. Продолжаем читать. Мы продолжаем изучать Матхалила, глава 24, 61 объяснение стиха Атмарама. Самодовлетворенные души, свободные от посторонних материальных желаний, тоже тянутся к любовному служению Ши Кришне, качества которого трансцендентны, а деяния поразительны. Верховного Господа Хари называют Кришной именно потому, что Он обладает такой трансцендентной привлекательностью. Кришна Всепривлекающий. Так, мы закончим на том, что Господь читания объясняет, как приводит примеры, каким образом Господу могут служить неподвижные живые существа, деревья и другие растения. Преданное служение Вьясы, Шуки и Четырех Кумаров известно всем. Сейчас позволь поведать тебе, каким образом служат Господу неподвижные живые существа, например, деревья и другие растения. Любой достоин получить милость Кришны, будь то Вьясадева, Четыре Кумара, Шукадева, Гасвами, существа низкого происхождения, деревья, травы или звери. По милости Кришны они возвышаются до служения Ему. Это подтверждается в Бхагавадгите. А это мы вчера читали. О Симпритхи, предавшись мне, даже люди низкого происхождения, женщины, ваиши, торговцы, шудры, могут достичь высшей обители. Сегодня земля Вриндауна в Раджапхуме обрела неувидаемую славу, ибо Твои лотосные стопы прикоснулись к этой земле и растущим на ней травам. Твои ногти к ее деревьям и лианам, а Твою милостью взгляст к ее рекам, холмам, птицам и зверям. И сама богиня Просветания мечтает оказаться на месте Гопи, которых обнимали Твои руки. Теперь все здесь покрыто славой. Сегодня земля Вриндауна в Раджапхуме обрела неувидаемую славу, ибо Твои лотосные стопы прикоснулись к этой земле и растущим на ней травам. Твои ногти к ее деревьям и лианам, а Твой милостью взгляст к ее рекам, холмам, птицам и зверям. И сама богиня Просветания мечтает оказаться на месте Гопи, которых обнимали Твои руки. Теперь все здесь покрыто славой. В стихе Шимадбхаготам десятая песня произносит Господь Кришна, обращаясь к Шибалараме. Дорогая подруга, Кришны Барама вместе с друзьями-пастушками идут через лес своих коров. Оба они несут веревки, которыми связывают задние ноги коров во время дойки. Стоит им заиграть на флейтах, как от этой нежной музыки все движущиеся живые существа замирают, а неподвижные ликуют. Все это весьма поразительно. Это цитата тоже из Шимадбхагот, десятая песня. Когда Кришны и Барама гуляли, гуляя по лесу, виртуозно играли на флейтах, все гопи замирали, ловя эти звуки, а потом славили деяния Господа, рассказывая, как Он радует растения, птиц, горы и водоемы. Все на свете. От экстатической любви к Кришне кусты, лианы и деревья были усыпаны плодами и цветами. Оттяжелевшие от плодов, они склонялись до самой земли. Их переполняла такая глубокая, любовь к Кришне, что они постоянно источали потоки меда. Такими гопи видели Лиса Вриндавана. И стиха Шимадбхагот, десятая песня. Кирата хунгара пуллинда пуккаша, абхирашумхи явана акшадайха, я неча папа яд упашраям райана, шутхи янти тасмаи прабхавишна вена махам. Благодаря безграничному могуществу Господа даже кираты, хуны, анхры, пулинды, пукаши, абхиры, шумхи, яваны, представители расы кхашей, и те, кто погрёс во всех грехах, могут очиститься, приняв покровительство его преданных. Я склоняюсь перед ним в глубоком почтении. То есть опять этот стих, мы уже неоднократно его читали, он повторяется очень часто, что абсолютно все живые существа могут соприкоснуться с Господом, если будут преданно служить Его преданным, и искренне проявлять желание обрести отношения с Ним. До этого я открыл тебе 13 значений стиха Атмарама, к этому теперь добавилось еще 6. Вместе это будет 19. Шесть новых значений стиха основаны на следующих значениях слова Атмарама. Шесть значений слова Атмарама. Те, кто занят философскими рассуждениями, те, кто пригладывает различные усилия, терпеливые и серьезные, разумные и образованные, наделенные разумом, но неграмотные и глупые, сознающие свое вечное положение слуги Кришны. Я объяснил 19 различных значений. Послушаю теперь о следующих значениях. Слово Атма относится также и к телу, и в этом случае его можно объяснить четырьмя способами. У слова Деха, тело, имеется 4 значения, а у Падика Брама Деха материальное тело, считающееся Браманом. Карма Ништха Аджини Кера Карма Деха, тело, используемое в ритуалах, проводимых в соответствии с указаниями Вет. Тапа Деха, тело, используемое в аскезе и для исполнения обетов. Исарва Кама Деха, тело, используемое для претворения в жизнь всевозможных материальных желаний. В зависимости от того, как живое существо использует тело, оно будет соответственным. Те, кто растерлистился своим телом, называется Алпадика Брама Деха, то есть материальное тело, считающееся Браманом. Те, кто использует тело для соблюдения каких-то ритуалов, для поклонения Господу в связи с указаниями Вет, называется Карма Ништха Яджи Некера Карма Деха. Тело, если тело используется в аскезе и для исполнения обетов, это называется Тапа Деха. Если тело используется для материальных наслаждений, то это будет Сарва Кама Деха. Деха Рами Деха Бхаджи, Деха Патхи Брама, Сад Санги Сеха Каре, Кришни Рабаджана. Те, кто считают себя телом, поклоняются своему телу, как Браману. Но стоит такому человеку повстречаться с преданным, как он оставляет эти неверные представления и начинает преданно служить Господу Кришне. Тот, кто считает себя телом, поклоняется своему телу, как Браману. Но стоит такому человеку повстречаться с преданными, как он оставляет эти неверные представления и начинает преданно служить Господу Кришне. Тот, кто следует путем великих йогов, мистиков, занимаются йогическими упражнениями и начинают свое поклонение с живота, в котором, как принято считать, располагается Браман. Такие люди называются словом Шаркаракша, в котором указано то, что их представление о жизни ограничено восприятием только своего физического тела. Есть также последователи мудреца Аруны. Применяя его метод, такие люди наблюдают за работой своих кровеносных сосудов и постепенно поднимают свой внутренний взор к сердцу, где располагается тонкий Браман, Параматма. Достигнув этого уровня, они начинают поклоняться ему. О, беспредельная Нанта! Лучше этих людей и те йоги-мистики, которые поклоняются тебе с макушки своей головы. Проходя в медитации от живота к сердцу, они в конце концов достигают макушки и покидают тело через Брама Рандру, отверстие в верхней части черепа. Так эти йоги достигают совершенства и больше не возвращаются в круговорот рождений и смертей. Это цитата из Шримад Бхагава. Тут написаны различные виды йоги, в помощи которых живые существа могут растождествиться с этим телом. Дехарами карма ништха яджани кандьяна сатсанге карма тяджи карая баджана Те, кто отражает себя с телом, занимаются в основном деятельностью ради ее плодов. Тех, кто совершает жертвоприношение и проводит обряды, причисляют к той же категории. Однако, если такой человек знакомится с чистым преданным, он оставляет деятельность ради плодов и целиком погружается в преданное служение Господа. Те, кто отражает себя с телом, занимаются в основном деятельностью ради ее плодов. Те, кто совершает жертвоприношение и проводит обряды, причисляют к той же категории. Однако, если такой человек знакомиться с честным вредным он оставляет деятельность ради плодов и целиком погражается в преданное служение то есть законно мы наслаждаемся незаконно мы наслаждаемся все равно это причисляется к тем личностям которые отожисляют отожисляют себя с телом кармани асминан акшвасе хумат хум ратманам баван апьянти говинда пада падма сам могу мы только что разожгли жертвенный огонь и наши тела почернели от дыма но поскольку наши действия несовершенны у нас нет уверенности в том что этот обряд принесет желанные плоды однако ты раздаешь нектар текущий с лотосных стоп личности бога говинды и мы наслаждением пьем этот нектар мы только что разожгли жертвенный огонь и наши тела почернели от дыма но поскольку наши действия несовершенны у нас нет уверенности в том что этот обряд принесет желанные плоды однако ты раздаешь нектар текущий с стоп личности бога говинды и мы с наслаждением пьем этот нектар этот стих из шримад бхагаватам произносят великие мудрецы в лесу на мишаране обращаясь к сути госвами собрание мудрецов возглавлял шаунака а суд и госвами рассказываем о славных деяниях верховной личности бога в это время все риши собравшись там отказались доводить до конца свои обряды так как у них не было уверенности в том что эти действия принесут какие-либо плоды все участники этих церемоний были покрыты сажей от дыма жертвенных костров то есть если нету нету прославление верховного господа нет прославление верховной личности то все наши действия все наши обряды там религиозные и как мы думаем духовное все они могут принести плоды а могут и не принести но воспевание славы святого имени восставания славы деяний господа всегда приносит позитивные духовные плоды джаи сочетания чритам ритаке джаи хорихарая намакришна ядавая намаха ядавая мадхавая кешавая намаха джаи садовая мадхавая кешавая намаха джаи садовая мадхавая намаха Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Идяй. Ширу Пану Гуру Варга. Идяй. Намачарья Шилахаридас Такур. Идяй. Нандхоти Вайшнау Ринди. Идяй. Шибаде Видя Кушана. Идяй. Шилу Вишванадх Чехровать Такур. Идяй. Шинароттам Шимананда Шиневас Чарья Прабу. Идяй. Шилу Вриндаванда Астакур. Идяй. Шилу Кришнадас Кавираджа. Идяй. Садгасвами Вриндаван. Идяй. Садгмака Прабул. Идяй. И Паршίνа Господи Г SOL. Ч Х Discovery. Идяй. Шутка-бхайти Виггнаминаш. Идяй. Идяюв Махара Чхеневич. Идяй. Мханат Махана Чхена. О'ненедгорь Инд ISIS. Идяйм Quint bind啦. Садгсана Индинар С судам вإнкране. идея сочетание сразу от матки идя еще домой пульки идя еще давно в адребке идея бренда вам прошу там хамки идея и молодого суп хадра джиган хаджики идея смотрит товарищ нам андолики идея смотрит табах таврин вики те хреном санкиртана киде я вам лишь на плач его бах тебе мало вадут махарашки и дядя обычно плач его бахте сухирга своем хорошки я вам лишь на плач его бахте нир мало через махарашки идея и девушка пошла бахти рожанам от ксуда махарашки идея сочетание сразу от марка чаре в ринды киджа ищи под видео роман прабу киджа ищи бахте амрит махавир махарашки идея ищи под баке ашрайданди махарашки ящи мать и бахте валита дэви киджа и я вам лишь на патришь вареньем шивач и бахте дан с вами пропадки идея вся слава всем преданным киджа не тайгу примананды хребу ящего груды грунт махараш всем преданным киджа и кришна дорогие преды на этом наша утренняя программа закончена вот встретимся если ничего не помешает днем на изучение шимад баготам всем дандаваты удачного духовного дня побольше мантры побольше служения все будет хорошо хорея кришна махарашки